итак всех приветствую дорогие друзья подписчики канала jay games с вами jay на моем канале начинается прохождение fallout 3 ностальгия по старым играм соответственно я попробовал ее настроить она у меня почему-то вылетала зависала полазил в интернете по шоркал как исправить вроде бы я это все смог исправить так и будем надеяться что у нас все получится ну что давайте начинать новую игру итак всех приветствую дорогие друзья подписчики канала jay games с вами jay на моем канале начинается прохождение fallout 3 ностальгия по старым играм соответственно я попробовал ее настроить она у меня почему-то вылетала зависала полазил в интернете по шоркал как исправить вроде бы я это все смог исправить так и будем надеяться что у нас все получится ну что давайте начинать новую игру спасибо вам Продолжение следует... 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 Сила. Ну это мы все знаем. Давайте еще раз прочтем, кто не знает сила. Сила означает, что я сильный. Могу таскать больше игрушек и придвигаться, играть, прыгать в солдельном манеже. Так. Восприятие. Такое сложное слово, оно значит, что я все пробую, нюхаю, вижу, слышу. Выносливость. Это значит, что я могу играть долго-долго и буду всегда здоров. Харизма это мой базар. Ну то есть базар. Разговор это когда все любят. У меня много друзей, они все радостные. Понятно. Интеллект, что я очень умный. Ловкость, ловкий. Могу быстро бегать и не шуметь. Удача это удача. Так. И нам с вами на самом деле нужно здесь необходимо харизму, интеллект. Харизма, интеллект. Так. Что пока все? Откровения. Сломать дверь очень сложно. Мы не сможем ее взломать. Ха-ха-ха-ха. Вот так маленький исследователь. И по делам мне не стоило тебя запирать. Иди сюда. Хочу тебе кое-что показать. Видишь? Это была любимая цитата твоей мамы. Это из Библии. Откровение 21.6. Я, Есмь, Альфа и Омега. Начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Она всегда это любила. Ладно, пошли. Пойдем посмотрим, хочет ли твоя подружка Амата поиграть. Здоровье моих людей. Эти ваши эксперименты пустоят. Мы экспериментируем, чтобы быть готовыми. Иначе нам не будет. Конечно, мы не будем. Держись. С днем рождения, сынок. Поверить не могу, что тебе уже 10 лет. Я так тобой горжусь. Если бы только твоя мама... Я справляю, молодой человек. Мне не нужно говорить тебе, что это особый день. Верно? Здесь, в убежище 101, когда тебе исполняется 10 лет, ты начинаешь участвовать. в общей работе. Так что вот. Как смотритель, вручаю тебе твой личный пип-бой 3000. Привыкай к нему. Завтра ты получишь первое рабочее задание. Веселись. Это твой праздник. 10 лет бывает раз в жизни, так что наслаждайся. Да, как и 30. С днем рождения! Твой папа боялся, что ты обо всем догадаешься. Но я сказала ему, чтобы не волновался. Тебя так просто обвести вокруг пальца. Было непросто сохранить все в тайне. Ну иди же. Не сомневаюсь, что все хотят пообщаться с именинником. Всегда пожалуйста. Но на самом деле почти все сделал твой папа. Я просто помогала все украшать. Эй, спорим, ты не угадаешь, что я подарила тебе на день рождения? Ну, угадай. Я знаю. Ну, скажу тебе, что понятия не имею. Ха, я знала, что это будет сюрприз. Кто твой любимый варвар? Правильно, Грогнок. Выпуск 14 и все страницы на месте. Хочешь верь, хочешь нет, нашла его в коробке папиных старых вещей. Представь себе, папа читает комиксы. Наверное, всем когда-то было 10 лет. Ладно, лучше я отпущу тебя пообщаться с остальными гостями. Потом поговорим, ладно? С днем рождения! Так, добавлен варвар. Так, это мы потом его почитаем. Веселисьте. Внимание, внимание! Время резать торт! С днем рождения! С днем рождения, заморы! Милый! Нравится тебе, пип-бой, сынок? Нормально сидит? Да, Стэнги, отлично. В общем-то, да. Рад, что тебе понравилось. Некоторые считают, что серия А малость примитивна, но я всегда любил их за надежность. Спасибо, Стэнли. Не стоит благодарности. О, да, чуть не забыл. С днем рождения! Не ахти какой подарок, но надеюсь, тебе понравится. Праздник удался? Десять лет, боже мой! А ведь твой папа, кажется, только вчера пришел. Ох, не слушай, мои бредни. Ты же ждешь подарка, верно? Так... Да, мой блатный. Какой ты милый, вежливый юноша. Береги этот дар, свою честность и прямоту. У нас тут это в дефиците. Вот, держи сдобный рулет. Я его специально для тебя сегодня утром испекла. И можешь ни с кем не делиться, сегодня твой день. Неплохой, кажется, вышел праздник. Для малыша. Шарики, колпаки. Не то, что моя вечеринка, конечно. Помнишь, как мой папа заставил Энди показывать фокусы? И как мы все потом играли в догони мутанта в Атриуме? А, ну да, тебя же на мою вечеринку не приглашали. Какая жалость. Вот там было реально весело. Блин, Оли, кто главарь бандит, ты ли я? Глупости. Фиг тебе. Людям все. Я хочу есть, а этот дурацкий робот испортил весь торт. Дай-ка мне булочку, которую тебе дала бабуля Палмер. Не смей так говорить о моей матери, сволочь. Я об этом пожалею. Скажи, дядя. Дочь, ты не коришь, а? Оставь его в покое. Ух ты, у тебя есть пип-бой. Ты в порядке, сынок? Он тебя не ушиб, а? Я знаю, ты был... Надеюсь, Буча тебя не побил. Не расскажешь, что вообще случилось? Ладно, сынок. Рад, что ты не прогнулся под Буча. Если мать не возьмется за его воспитание, через пару лет от него будут большие неприятности. Что ж, тогда никаких проблем. Иди веселись на своем празднике. Очень заняться чистителем. Надеюсь, все помнишься. Привет, док. У нас все готово. Я очень беспокоился. Спасибо. Сейчас отправлю его вниз. Это был Джонас по интеркому. Мы с ним приготовили тебе небольшой сюрприз. Джонас ждет тебя внизу на реакторном уровне. Иди к нему. Не думаю, что кто-то обидится, если ты пропадешь на пару минут. Я не волновался. Ты можешь починить все, что... С днем рождения, девонька. Это, кстати, мама Буча, Беатрис. праздник только начался. Ага, мату устроили на отличный праздник, правда? Так. Конечно. Боже мой. Уже 10 лет. А я ведь помню, как помогала твоему папе менять тебе подгузники. А теперь вы только посмотрите, какие мы выросли большие. Уже даже свой пип-бой есть. И знаешь, что я сделала по такому особенному поводу? Я сочинила для тебя стих. Специально для тебя. Надеюсь, тебе понравится. Спасибо. Я навсегда его сохраню. Это все? Конечно. Ну беги, солнышко, и хорошенько повеселись. С днем рождения. Да не вопрос. Так. Нам нужно в реактор. Джонасу. Что вы здесь делаете, молодой человек? Я думал, детям на реакторный уровень вход закрыт. Я не ребенок, Джонас. Мне уже 10 лет. Ну конечно. Пип-бой и все дела. Вы только посмотрите. Если ты подождешь еще минутку, папе, думаю, будет приятно самому сделать тебе сюрприз. Интересно у них интерком, да? А это что такое? Небольшая рация или... Ну что, хочешь получить сюрприз? Какой сюрприз? Смотритель выдал тебе пип-бой. Это значит, что теперь тебе будут поручать работу. Так что я решил, что пора обзавестись еще кое-чем. Настоящее пневматическое ружье. Старое, конечно, но должно отлично работать. Джонас нашел его здесь. Было оно в никудышном состоянии. Мы добрых три месяца искали все необходимые запчасти. Знаешь, как трудно найти такую маленькую пружину. Хорошо, что Буч потерял свой выкидной нож. Ну, что скажешь? Хочешь попробовать? Здесь нельзя стрелять. Конечно, нельзя. Иначе нам влетит от смотрителя. Но мы с Джонасом нашли место. Пошли. Осторожнее. Это таракан. Думаешь, сможет пристрелить его из пневматического ружья? Просто прицелься и стреляй. Знаем мы, какой же спешл работает. Давай все будет в порядке. Молодец. Одним рад тараканам меньше. Ну-ка, давайте сделаем снимок на память. Запечатлим момент. Эй, Джонас, сфотографируй нас с охотником на крупную дичь. Улыбочку. У девочек есть разные части дыры. И когда вы это неправильно. Откровение 21 секрет. Я есть альфа и омега. Начало и конец. Насколько я могу судить, ты абсолютно здоровый 16-летний юноша. Так что да, ты должен пойти в класс и сдать козу. Ну, давай, тебя ждет экзамен. Так, скажешь, кэш, папа. Э, это не моя прихоть. Таковы правила. Тебе исполнилось 16 лет, так что в этом году ты сдаешь козу. Да ладно, ничего страшного в этом нет. Его все сдают. Ты справишься. Пока, папа. Береги себя, сынок. А теперь беги отсюда и удачи тебе. Так, для тех, кто не знает друзья, напомним, коза это такой тест, который мы проходим и он будет у нас определять наши типа род занятий. Соответственно, в этом убежище. попс медицины. Нам добавили 10 очков к медицине. Навещаешь отца перед уроками, а? А то. Так, есть один стимулятор. доброе утро, доброе утро, Как дела? Ты уже смотрел на показатели? Только что проверил. Что тебя беспокоит? Я бы просто хотел держать руку на пульсе. Ну, здесь, по-моему, ничего неинтересного все-таки так и не скажут. покажу тебе настоящую туннельную змею, амата. О, господи, буч. Ну, когда ты оставишь меня в покое? Папеньки на дочке, папеньки на дочке. А? Че ты хочешь? Что тут происходит? Не твое дело, мелюзга. Вали отсюда, пока кости целы. Перейдешь дорогу туннельным змеям, пеняй на себя, ясно? Речи. Если вы не останетесь от нее, получите, смотрите. А ведь верно. Мы с ней потом разберемся. Ладно, туннельные змеи, много чести с этой дурой возиться. Как скажешь, будь, ты главный. Туннельные змеи руля. Ладно, пошли. Спасибо. Без тебя они бы не свалили, придурки. Не понимаю, почему они ко мне привязались. Видно, только потому, что мой папа смотритель. Идиоты. Так, а сейчас воспользуемся небольшим блатом. Думаю, это из-за освещения. От него у меня... Итак, все в сборе. Готовы к козе? Поверьте, на самом деле все не так и страшно. Все через это проходят. Конечно. Так, да ладно, на самом деле сдавать этот дурацкий тест не обязательно, да? послушай, я хорошо отношусь к твоему отцу. Я бы и к тебе хорошо относился, не будь я твоим учителем. Так что вот как мы поступим. Если не хочешь сдавать, скажи, что ты хочешь получить на выходе, и я это устрою. Круто. Скажите мне правильный ответ, я поставлю галочки. Ну ладно, вот, взгляни. Так, взлом, взрывчатка, на самом деле нам взрывчатка тоже понадобится. Да, ну ладно, пока хватит. Все, экзамен сдали. Я не смогу всегда быть рядом и давай просыпайся. Что случилось аммата? Тебе нужно бежать отсюда. Твой папа ушел, а люди моего отца ищут тебя. То есть как мой отец ушел? Он ушел из убежища. Не знаю как, но ушел. А мой отец, он просто с катушек съехал. Так, первый раз я вижу такую испуганную амата, что случилось? Джонас! Они убили Джонаса! Люди моего отца! Они забрали его и... Господи, тебе немедленно нужно уходить. О боже, ты в порядке? Да, не волнуйся обо мне. Мне очень жаль, что приходится все вот так на тебя вываливать. Я знаю, Джонас был твоим другом. Но сейчас нам пора. С минуты на минуту тут будут люди моего отца. Мой папа не мог никуда уйти, дверь запечатана. Оказывается, нет. Но ты что и правда ничего не знаешь о том, что твой папа собирался уйти? Он действительно ничего тебе не сказал? Нет, никто мне ничего не говорил. Сбежать из убежища как? послушай, в кабинете моего отца есть секретный тоннель. Он ведет прямо к выходу. Чтобы открыть его, тебе придется взломать компьютер в его кабинете. Держи. Это чтобы открыть дверь в его кабинет. Я всегда так туда прохожу. Отличная идея. Давай убираться отсюда. Да, вот еще что. Я украл у отца пистолет. Надеюсь, он тебе не понадобится, но лучше возьми. На всякий случай. Спасибо, мат. Я поищу его вход. Только в крайнем случае обещаю пущу пистолет в вход. Ладно, встретимся у выхода. Берегись охранников. Удачи. Держать тебя за ручку. Встретимся у двери в убежище, если у меня встретимся встретимся кронок варвар военная бейсболка кабинезон все забираем отсюда сваливаем. Так, снаряжение оружия возьмем пока давайте бейсбольник бит. камни пусто. Вот он, а ну стой! Немите это с меня! Что он там махается пока? Не будем его трогать. Помоги мне! Моя мама одна в комнате срак тараканами! Пошли Буч у нас получится и помочь. я туда не вернусь. Там там темно и тараканы. Не волнуйся Буч я вот считаю мам оттуда. О господи спасибо! Я не знал что делать! Ты круче всех! А ты будь трус еще полный трус. тараканам хватит! хватит! Тараканам говорит смотритель всем живым и оставаться в своих комнатах. у нас получилось с мамой будет все в порядке блин мы с тобой теперь самые лучшие друзья я знаю что это немного но возьми мою куртку туннельных змей ну же забирай так так по моему сюда а нифига сейчас мы тебя да офицер броня полицейская дубинка давайте тогда приоденемся с вами броня шлем бабуля тейлор все скончалось говорит смотрите всем жителям убежище 101 просьба оставаться в своих комнатах так реактор по моему будет закрыть нам час нужно проникнуть через к 3 провести по моему точно а так от зеленых больше ты не станешь никого доставать хорошо что это я тебя нашел остальные бы тебе это с рук не спустили не знаю что у тебя на уме и не хочу знать просто уходи отсюда а я сделаю вид что никогда тебя не видел спасибо офицер гомос вы всегда мне нравились очень жаль что все так обернулось поверить не могу что они сделали с офицером офицер маг был просто вне себя но ты хороший ребенок ты такого не заслуживаешь иди найди папу если сможешь сейчас ищут верно как раки на мере это точно так но в этом терминале там получил интересного не было там было про амату про эксперименты то есть давали нам догадку что как эксперимент отец сделал мы должны вернуться в свои комнаты это же наш единственный шанс как ты не понимаешь мы уйдем отсюда прямо контролем я не чинись ребят ах ух разрешил бы нам чистить свет было бы гораздо проще ты это твоя вина твоя и твоего глупого отца так очки хамелеоны металлолом так где то здесь будет джонас я уже сказал я ничего не знаю подумай амата может офицеру маку это и нравится но мне нет просто скажи где найти твою руку я знал никуда тебе не нет ну что нравится ублюдок эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ так а вот он бедный джонас весточка отца очки и стимулятор подожди джонас сначала мне нужно это записать даже не знаю как тебе это сказать я надеюсь что ты поймешь но понимаю что наверняка разозлишься я очень долго думал об этом но в конце концов решил что лучше ничего тебе не говорить столько всего могло сорваться и невозможно предсказать как отреагирует смотритель когда узнает пусть лучше во всем он винит меня вероятно ты уже знаешь что я ушел я должен был это сделать ты уже взрослый человек ты можешь жить самостоятельно может однажды все изменится и мы снова сможем увидеться я не скажу тебе почему ушел и куда направляюсь не ищи меня я этого не хочу господь свидетель жизнь в убежище не идеально но здесь ты по крайней мере безопасности мне достаточно просто знать об этом чтобы жить дальше не хочу тебя торопить док но нам и правда пора ладно пошли прощай я люблю тебя так там тоже особо ничего было интересного в это просто заметки его то что будь хулиган отец что-то там его миссис джонсом мутит какую-то воду так сюда не думала что выживу отец он офицер маг клянусь я им ничего не сказал когда включились сирены все они убежали кажется это твоя работа вижу у тебя получилось открыть дверь это хорошо так прости амата но нельзя больше искать на него меня убили это правда понимаю я наверное с ума сошла раз решила что ты можешь их остановить главное у тебя получилось дверь теперь открыто так амата пойдем со мной тут нельзя опасно оставаться за меня не волнуйся чтобы не случилось ты будешь в гораздо больше опасности чем я даже представить себе не могу что тебя там ожидает ну давай пока никто не пришел найди папу я я буду скучать по тебе ты настоящий друг попался давайте что очкуете ай 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 вот и все как мы видим сюда уже пытались люди попасть надпись и помогите а это нифига не работает ну что выходим в город да готова прощай убежище 101 а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...